Девушки отдыхают Я не люблю, когда из меня делают идиота Ты товар получил? Получил Где он? Зачем мне эти сказки про бандитов? Тирать будешь мазь от геморроя своим хомячкам А я их еще в детстве отлюбил Давай Я эту запись буду показывать при приеме на работу Вот так будет с каждым, кто захочет меня кинуть Ну что, вспомнил, где мой товар? Нет? Чего ты вялый такой сегодня, а? Девочка-то заскучала Давай, 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 веселее Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ага, позвольте. Так, ну, в общем, я все выяснила. Убитую зовут Никонова Елизавета Борисовна. 27 лет от роду. Откуда ты знаешь? А вон. Паспорт лежит. Но тут не написано, кто обнаружил труп. Квартирная хозяйка пришла за деньгами. Лиза снимала ее квартиру. Может, я еще скажу, за что ее убили? За что не скажу, но точно не за денег. Я почему-то так думаю, Шерлок? Элементарно, Ватсин, здесь тупо нечего брать. Хозяйка квартиры утверждает, что убитая регулярно задержала арендную плату. Кем работала Никонова? Массажистка. Специализировалась на детях. В поликлинике? С частными клиентами. Выезжала на дом на своей машине. На машину заработала. Машина убитая десятилетка. К тому же Лиза училась в колледже на медсестру. Бюджет? Плата? Ну, тогда понятно, почему у нее денег не хватало. Ну, и как думаешь, почему она так странно одета? Куртка на халат, ботинки на босу ногу. Я думаю, выскочила на секунду во двор. Но очень торопилась. Да. Так что она, мусор ходила выбрасывать? Да какой мусор-то? Там мусор-то полведра. Я думаю, у нее в машине сработала сигнализация. Видишь, она у нее на брелок заведена. Ага. То есть у нас хватило ключей, баллончик и побежала. Ну, да. А злодей ее втолкнул в квартиру и убил. Внезапно и жестоко. Галина Николаевна, на постельном белье из патеральной машинки Елизаветы Никонова следы интимной близости. Убитое и неустановленное лицо? Сам удивляюсь, как еще в стране остались люди, которых нет в наших базах. Но мы работаем над этим. Что здесь делает обувь? На ней тоже какие-то следы? На обуви следы от брызг серой кислоты. Что-то я не слышала, чтобы массажистки с кислотой работали. Кстати, о ее работе. На странице Никоновой в соцсети есть множество удаленных сообщений. Плохие отзывы? Ужасные. Некто Марины пишет, что Лиза самозвонка, у нее нет образования. Разве это не так? Убитая окончила техникум по специальности спортивной медицины. Массаж у нас все-таки училась. Но в госучреждении все же работать не имеет права. Марина утверждает, что Лизин массаж навредил ее ребенку. После курса ей пришлось долго лечить мальчика. Ну, вообще-то довольно глупо писать это на странице массажистки. Она же все это может удалить одним движением мыши. Марина не ограничилась Лизиной страницей. Она исписала весь городской формы. Все то же самое. Нет образования, ребенка покалечила. А что ты об этом скажешь? Это последняя запись Марина. Так убивать нужно таких специалистов. Все, больше отзывов нет. Последнюю неделю как отрезала. А может быть она задумала массажистку убить, поэтому прекратила писать о ней гадости, чтобы внимания не привлекать. Ну, куда уж больше привлекать. А как Марину зовут? Ты не поверишь, Мариной. Да не может быть. Фамилия у нее есть. Чеснокова. Все сообщения отправлены с ее домашнего компьютера. И да, у нее действительно есть пятимесячный сын Ярослав. Судя по медицинской карте, Ярослав Чесноков здоров и никакого особого лечения не требует. Люди иногда говорят неправду. А супруг Марина Чеснокова и Александр все эти две недели, пока написала гадости о массажистке, жил у своего приятеля. Это семейные проблемы или на работе? Вообще он работает снабженцем в отделе в супермаркете. Так вот, от работы до дома ему 40 минут, а от работы до приятеля полтора часа. Возьмите у него образец ДНК и сравните с ДНК на простыне убитой. Иногда говорят неправду. А то люди все время врут. Три удара в район шеи и ключицы нанесены сверху вниз. Вижу повреждение сонной артерии. Да, удар был сильный. И скорее всего наносил их мужчина. Ну или может быть какая-то очень сильная женщина. Ну пятимесячным ребенком не накачаешься. О каком пятимесячном ребенке идет речь? Есть у нас на примете одна молодая мамаша. А время смерти известно? Да, 7.30 плюс-минус. На простыне из квартиры массажистки Елизаветы Никоновой обнаружены биологические следы вашего мужа Александра. Он что, переспал с ней? Ну, типа того. Зачем мне сейчас это рассказываете, а? Ну как зачем? Хотите семью разрушить? Ребенка без отца оставить? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Почему-то мне кажется, что вы об этом знали. Ну, а можно вашу руку? Я прошу прощения. О, химические ожоги. Концентрированная серная кислота. Забористая штука. Лиза массировала Ярослава. Машина у нее в ремонте была, и муж пару раз ее подвозил. Так все и закрутилось. Понятно. Муж сам вам рассказал? Конечно, нет. Задерживался как-то на работе. Я ему позвонила. Слышу, в трубке знакомый рингтон играет. А что за рингтон? Танец маленьких лебедей. А ну, Лиза на звонке стояла. Ну да, сложно с чем-то перепутать. Ну да. Но почему она стала писать плохая массажистка? У нее же не к профессии претензии. А ты хочешь, чтобы женщина прям так и написала? Массажистка спит с моим мужем. А что такого? Ну, это все равно, чтобы признаться своей женской несостоятельности. Ну, она тут при чем, если муж козел? Если муж козел. Короче, все правильно сделала. Вообще-то... Вообще-то она человека убила. Вообще-то мы этого еще не доказали. Ну, вообще-то мы это докажем. Две недели назад я позвонила Лизе с чужого телефона. Ну, что я клиентка и ребенку массаж нужен. Только привозить буду сама. Понятно. А голос она ваш не узнала? Нет. Сказала, что дома условий нет у меня. И она дала адрес. Слышишь, ты, овца, если еще раз увижу тебя с моим мужем, я вот что с тобой сделаю. ФЭС расследует убийство массажистки Елизаветы Никоновой. Она была зарезана в съемной квартире в подмосковном Долгоозерске. Незадолго до смерти Лиза переспала с мужем своей клиентки, Мариной Чесноковой. Марина пришла в гости к массажистке с флаконом серной кислоты. Да я ее просто напугала. Могла вообще в морду плеснуть. Помогло. А то. Они после этого больше не встречались. Откуда вы знаете? А муж домой вернулся. Еще и с новеньким телефончиком. Загладил вину, так сказать, да? Вы знаете, вы очень сильно качаете ребенка. Сейчас будет плакать. Черт. Эта шмара все-таки заявление накатала, да? Вы про Лизу? Да нет. Ее убили. Как? Вы что, меня подозреваете, что ли? Ну, да. Где вы были сегодня в половину восьмого? Так дома была, спала. Я просыпаюсь вместе с Ярославом. Ну, просто на вашем телефоне есть неотвеченный звонок. Вы могли телефон оставить дома. Так я звук отключаю на телефоне, чтобы ребенка ночью не разбудить. Все мамы так делают. Чесноков уверяет, что в половине восьмого жена была дома. А сам он был где в это время? Его телефон находился в районе квартиры. Угу. После того, как Чеснокова поймали на измене, он подтвердит алиби жены, даже если она на его глазах расчленит кого-нибудь. Чувство вины позволяет вить из человека веревки. Слушаю. Хорошо, спасибо. Амелина что-то нашла. Галина Николаевна. Иван, некогда. Амелина вызывает. Ты знаешь, она ждать не любит. А-а-а. Хорошо. Давай только быстро. На одежде Марины Чесноковой нет следов крови убитой. Понятно. На обуви тоже нет. Понятно. Ничего нет. Валя, ты не знаешь, что у нас происходит? Извини, Ваня, я не могу разговаривать. Амелина просто просила не затягивать с отчетом, поэтому я бегу. Случился переворот, а я этого не заметил? Найдена пыльца хризантема мореполиума. Ромашковой хризантемы? Кто-то положил букет? На целый букет не потянет. Я думаю, что пыльца попала переносом. И это все? А как же важная информация. Я нашла фотографию Никоновой в салоне ее машины. У нее висел видеорегистратор. Сейчас его нет. И в квартире не было. Ну, я точно помню, что в кармане убитой лежали ключи от ее машины. Если злодею был Лизу из-за регистратора, он забрал бы ключи. Но только в том случае, если видеорегистратор висел у нее в машине, а не лежал дома. Да кто сейчас снимает регистраторы на ночь? Они стоят три копейки. Галина Николаевна, в Долгоозерске за последний месяц было ограблено на стоянках семь машин. И это только зарегистрированное обращение. Угу. Это меняет дело. Я пробил мобильный телефон Лизы Никоновой. Ее последними клиентами была семья Щербицких из поселка Таунхаусов. Мне кажется, или в твоих глазах застыл не мой вопрос? Он не очень-то застыл. А ты можешь его произнести ртом, как все обычные люди? А почему ты просто не спросишь, что особенного в этом поселке? Потому что в этом поселке ничего особенного. Обычный буржуйский поселок. Кстати, не очень дорогой. В ночь накануне убийства Никоновой на местного сторожа было совершено нападение. И что, украли журнал учета? Почти. Сервер, на который были заведены все камеры поселка. В общем, фамилия сторожа Игнатьев. Вот, зовут Михаил. Его камнем ударили по голове, ну и... Показания можешь давать? Из комы? Не думаю. Кто полицию вызвал? Местный житель приехал на такси. В общем, сторож не открывает. Он пошел туда, ну, а там... Когда это случилось? Позвонили в 0.15, а нападение было около полуночи. Окей. Пойдем. Поселок можно войти через ворота, калитку или домик сторожа. На дверях домика такой же замок, как на калитке. У местных жителей есть магнитные ключи. На двери в комнату сторожа обычный замок, но, как правило, от двери не забирается. Почему? Ну, сторожу приходится часто выходить, посмотреть, кто приехал, открыть шлагбаум и все такое. Крое всех незнакомых он записывает в журнал. А где стоял украденный сервер? В комнате сторожа. Следственная группа все проверила, а сменщики избитого даже успели здесь полы вынуть. Следственная группа? Версия есть. Говорят, здесь наркоманы беспредельничают. Как ты ехидно об этом говоришь. Да какие в Копенгаген наркоманы, Таня? У сторожа даже телефон не взяли, остался лежать. Смотрю, какой телефон. Если какой-нибудь дешевый, то проще выбросить. Так, а вот на столе лежали деньги на обслуживание от жителей поселка. Сторож утром их хотел председателю товарищества отнести. И что, тоже не взяли? Нет. Так, а вот здесь вот нашли камень со следами крови. Оксана Амелина. Кровь на камне принадлежит убитому сторожу. Это ты типа отчитываешься передо мной? Ну, после того, как ты застроил Антонова Сарагозина, я даже не знаю, может ли у меня сидеть в твоем присутствии. Мы просто тебя протроллили и все. Смотри лучше сюда. На камне осталась пыльца ромашковой хризантем. Как на капоте машины Лизы Никоновой? Я думаю, убийца зашел в дом сторожа, спрятавшись за букетом цветов. Сторож увидел незнакомого человека, вышел к нему. И получил камни по голове. Ты помнишь, что это произошло в 12 ночи? А вот интересно, сколько в Долгоозерске круглосуточных цветочных магазинов? Костя, ну наконец-то! Спасибо большое! Танечка, это, правда, Тихонов. Почему? Ну, не надо, вот, так сказать, улыбаться и делать такие глаза. У нас чисто деловые отношения, рабочие. Ладно, поняла. Вкусно пахнет. Тихонову понравится. Я нашел в магазин, где прошлой ночью продали букеты с семи ромашковых хризантем. Семи? Какой щедрый злодей. Почему же злодей? Не злодеи. Это была женщина. Значит, продавец должен был ее запомнить. Она ее толком не запомнила. Ночью торговый центр закрывается, а цветы отдают через маленькое окошечко в дверях. Угу. Все время забываешь, что мы в Долгоозерске. Продавщица запомнила руки покупательницы. А что не так с руками? Три пальца, шесть, когти как у бабыги. Пять пальцев, на которых маникюр цвета искрящегося снега. Искрящегося снега. Ладно, я замерзла. Пошли. Массажистки украли видеорегистратора. В поселке забрали сервера с записями камер наблюдения. Здесь произошло что-то важное или страшное. Никто больше ничего не видел, не слышал. Вот тот парень накануне убийства в 20 часов в доме соседа видел свет от фонаря. А сам хозяин где был? Этого я не знаю, но сосед ему позвонил, и он приехал. Это вот его машина. У соседа имя есть? Виктор Степанович Скоробогатов. Виктор Степанович, полиция! Виктор Степанович, полиция! Есть кто живой? В комнате чистая. В туалете пусто. В кухне чисто. Я наверх. А здесь грязно. Грязнее не бывает. В подмосковном Долгоозерске на съемной квартире убита массажистка Елизавета Никонова. Последний клиент погибшей живет в поселке Таунхаусов. Накануне убийства Лизы в этом поселке был ограблен домик сторожа. Следствие выясняет, что в тот же вечер в одном из Таунхаусов был зарезан местный житель Виктор Скоробогатов. Что накаркало? Есть кто живой, есть кто живой. Можно подумать, если бы я этого не говорила, он был бы живой. Похоже на ограбление. Вот этот вот нож, он с кухни, там комплект одного не хватало. Ладно, я за понятыми. Погоди-ка, погоди. Смотри, рама новая в окне. Да, даже наклейка от производителя. А в остальных-то рамы все старые. И что? Ну, может, отправляться за понятыми. Родственники Виктора Скоробогатова сейчас находятся в Северной Америке. Им сообщили об убийстве? Да, но они где-то в пустыне, прилетят через несколько дней, потом карантин. Неплохое алиби. В кармане убитого обнажены ключи от черного хода и от калитки в заборе. Куда ведет калитка? Через дворик, за территорию поселка. В доме Скоробогатовых найден еще один комплект ключей от черного хода и калитки. Так, кто здесь про черный ход говорит? Я вообще-то. А что? Последний раз его открывали дубликатом ключа. А всего дубликатом пользовались четыре раза. Дважды открыли, дважды закрыли. Я с вами запуталась. Какие ключи были в кармане убитого? Копии, Галина Головна. А что за странный отметинг, как будто гвоздем стукнули? Без понятия. О, Танечка, как раз я нашел квитанцию в доме Скоробогатого на замену окна. Две недели назад поменяли. Вроде не сезон. Может, там скидка какая? Одного окна. Найди-ка работяг, который вставляли окно. Надо выяснить, почему это покойничку так приспичило. Костя, ты, ты просто так или по делу? Ну, Валентина, когда я буду приходить в морф, чтобы потусить, можешь сразу вызывать из психушки спецбригаду. Договорились, я обеспечу тебя самыми мускулистыми санитарами. Ну, договорились. Так, пока они не приехали, ты расскажи, когда умер Скоробогатов. Его убили накануне смерти этой массажистки Лизы Никоновой. Время смерти между восемнадцатью и двадцатью двумя часами. Это, между прочим, четыре часа. Я понимаю, точнее сказать не могу. Во-первых, он пролежал больше суток. Во-вторых, я не знаю, как менялась температура в его доме. Я думаю, убитая массажистка не причастна к смерти Скоробогатого. Почему? Она могла приехать, чтобы вывезти грабителя. Сосед позвонил Виктору до того, как Лиза въехала на территорию поселка. Это ничего не значит. Может, они так аккуратно рассчитали время? У Лизы был плановый массаж. Клиенты говорят, она спокойно отмассировала ребенка, спокойно уехала. Характер ранений Скоробогатого отличается от ранений Лизы Никоновой. Так, девушку-то били сверху вниз, в шею и ключицу. Абсолютно верно. А этого били наоборот. Снизу вверх, в живот. Получается, два разных человека. Или злодей, хитер и коварен. А женщина могла это сделать? С маникюром цвета искрящегося снега? Ой, ну что вы с этим снегом? Снег, снег. Не я описание делал. Продавщица из магазина цветочного. Романтично настроена продавщица. В целом, картина убийства понятна. Грабитель проник в дом через калитку в заборе и черный ход. Сосед увидел светом фонарика и позвонил Скоробогатову. Тот приехал, увидел, что черный ход открыт и запер его на ключ. Скоробогатов поднялся наверх, застал там грабителя и был убит. Грабитель не смог выйти через черный ход. Скоробогатов забрал ключ. Ему пришлось выходить через парадную дверь и через ворота. По дороге он наткнулся на массажистку. Увидел, что на воротах камера, напал на сторожа и стащил сервер. Все так. А утром он поехал к Лидии Никоновой и окончательно замел все следы. Галина Николаевна, я выяснила, почему убитый поменял окно. Судя по твоему виду, у него была очень веская причина. А еще какая? Значит, монтажники сказали, что на стекле был след от пули. Как говорила одна английская девочка, все становится чудесатее и чудесатее. Скоробогатов объяснил рабочим, что злые соседские дети китались шариками от подшипников. Поверили? По-моему, не очень. А монтажники, значит, решили не идти в полицию. Они боялись, что их обвинят в уничтожении улик. И тут-то, конечно, развернулась. Ну, чуть-чуть. Ну, в общем, они всю вину свалили на уборщицу. А при чем здесь уборщица? Ну, она их уверила, что хозяин живет по понятиям и в ментовку не пойдет. Какая интересная дама. Даже захотелось с ней поближе познакомиться. Ну, это не дама. Это скорее девушка, 22 лет в положении. Как зовут? У Кулешова Евгения Яковлевна. Я вообще-то в техноаренноменеджеру учусь. Уборщицей только подрабатываю. Не тяжело? С пузом-то. А вы как думаете? Ну, я уже уволилась. Скажите, а уволились после того, как были выстрелы? Я на четвертом месяце. Мне, блин, еще чужих проблем не хватало. Представляете, чужую пулю просто так схватить. Расскажите о Викторе Степановичской Робогатве. Он мобильники продавал. У него несколько десятков точек было. Послушайте, мне очень холодно. Я очень замерзла. Пойдемте в машину. Я что-то не подумал. Извините. Оп. Тихонько. Нам нужны здоровые дети. Скоробогатов был хороший человек. Платил хорошо, но... Хорошо платил. Но? Ну, такой человек из девяностых. Бандит, что ли? Не, не знаю, бандит, не бандит. Но проблемы свои решал силой. А к вам тоже силу применил? Ко мне нет. Я беспроблемная. Неспроста это все. Неспроста. Я поговорила с мастерами из металлоремонтов. Значит, они говорят, что царапина — это что-то вроде подписи, чтобы опознать свою работу. На каком языке это написано? На профессиональном. Первый раз вижу, чтобы так делали. Это особенность мастеров старой школы. И много в Долгозерске таких мастеров? Совсем мало. Значит, это подпись старого дядьки из киоска металлоремонта на улице 10-го партсъезда. Чем примечательный этот киоск? Улица примечательна. Значит, на улице 10-го партсъезда в двух домах от киоска снимает квартиру уборщица Евгения Кулешова. Долгозерск — это не Москва. Здесь все относительно близко. 30 квадратных километров и 120 тысяч жителей. Всего? Да они, наверное, в лицо все друг друга знают. А я теперь знаю, что на одежде и обуви Кулешовой крови нет. А я сразу понял, что она не убийца. По-твоему, беременная не может убить? У нее нет дорогого маникюра. На ногтях укрепляющий бесцветный лак. Когда это? Ты научился в маникюрах разбираться? Жить захочешь, еще не так раскорячишься. Что вы говорите? Восемь вечера я была у Соломинцевых. У Валерии Игоревны, у Савелия Дмитриевича. А чем вы там занимались? Как чем? Убиралась. Так вы же вроде взяли тайм-аут. Это я от Скоробогатого ушла. Работать-то я не перестала. Мне за квартиру платить, за учебу. А где они живут? На Аэростатной. Это несколько минут ходьбы от поселка Таунхаус. Спасибо. Вы думаете, Женя связана с убийством в Таунхаусе? А откуда вы знаете про убийство? У нас город маленький. Знаете, как слухи разлетаются? Нет. Она по другому делу проходит. И вообще, это не она, а ее одногруппница. И там вовсе не убийство, там семейные разборки. Ой, прямо от сердца отлегло. А то, представляете, пустил человека в семью, а он оказался преступником. То есть, Евгения Яковлевна в восемь вечера была у вас? Естественно. Хватит охотиться за беременной теткой. У тебя есть другие предложили? У меня есть телефон Скоробогатого. Там есть очень интересное видео. А что ж ты мне его не показывал-то? Оно самоудалилось. А, оно было удалено, ты восстановил. Слушай, молодец. Я не люблю, когда из меня делают идиота. Ты товар получил? Получил. Где он? Зачем мне эти сказки про бандитов? Втирать будешь мазь от геморроя своим хомячкам. А я их еще в детстве отлюбил. Давай. Я эту запись буду показывать при приеме на работу. Ну, вот так будет с каждым, кто захочет меня кинуть. Ну, что, вспомнил, где мой товар? Нет? Че ты вялый такой сегодня, а? Девочка-то заскучала. Давай, 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 веселее. Я пробил лицо девушке по программе распознавания лиц. Ее зовут Дина Воротникова. Три недели назад повесился ее жених. Григорий Полозков. На вашей куртке обнаружены следы пороховых газов. А Скорбогатов точно мертв. Вообще-то вы задержаны по подозрению в убийстве. Тогда мне нечего скрывать. У моего жених работал. У этого урода экспедитором. Вез товар. Партию серых телефонов. Серых в смысле не растаможенных? Ну, да. По дороге в Москву на него напали. Ударили по голове. Короче, телефоны все пропали. А Скорбогатов сказал, что это Гриша их украл. А на самом деле? Я не знаю. Они его избили. Посадили в какой-то подвал. Он молчал. Тогда его отморозки. Поймали меня. И на глазах у Гриши... Ты не понял? Надо еще парочку парней позвать. Гриша согласился показать, где спрятаны телефоны. Они поехали к нему домой. А он обманул их. Зашел в туалет. Повесился. На ремни. А вы? А я когда оклемалась, купила ружье и поехала к дому. Скорбогатого. По-моему, не попало. Больше надо было тренировать. Где вы были три дня назад в восемь вечера? Дома с Наташкой. Моя подруга. Временно у меня живет. Думают, что я с собой что-то могу сделать. Галина Николаевна, задержали сотрудников службы безопасности Скорбогатого. Те самые насильники? Да. Вводить. Подруга Дины Воротниковой подтверждает алиби. Да и так было понятно, что она не убивала. Я что-то пропустил? Если бы она пошла убивать, она взяла бы с собой ружье. Скорбогатов был убит его же собственным кухонным ножом. А-а-а. Галина Николаевна, я нашел нападавших на сторожа. Нападавших во множественном числе? По крайней мере, одну из них. Валерия Соломенцева. Она с мужем обеспечивала алиби уборщице Евгении Никоновой. Тогда у нее не было такого лака. Белая не могла это просмотреть. Никонова убила Скорбогатого, а эта пара ее прикрывала. Какой смысл состоятельным людям вписываться за уборщицу? Три месяца назад со страницы Евгении Никоновой пропали снимки с ее парнем Ильей. Никонова на четвертом месяце беременности. Ты думаешь, это как-то связано? Илья рассказал нам, что Евгения вынашивает вашего ребенка. Ему это категорически не нравилось, поэтому они расстались. Но я не могу выносить ребенка. Суррогатное материнство законом не запрещено. Запрещено людей убивать. Сиди. Ну вот, все в сборе. Можно начинать. Евгения Яковлевна перед увольнением решила ограбить своего работодателя Виктора Скорбогатого. Тот не вовремя пришел домой. Пришлось его убить. Это ты? А что здесь делаешь? Тот не вовремя пришел домой. Вы не докажете. В вашей квартире обнаружено 30 тысяч долларов со следами Виктора Скорбогата. Здесь кровь. Ваши работодатели не могли позволить, чтобы вы родили в тюрьме или в городской больнице под присмотром полиции. Они хотели вас спасти. Выкрыли сервер, а когда просмотрели записи, поняли, что мимо вас приезжала машина массажиста. На вашем пальто, Валерия, осталась грязь от машины Лизы Никоновой и пыльца от хризантем. СИГНАЛИЗАЦИИ Я сработала, она сейчас выйдет. СИГНАЛИЗАЦИИ Регистратор. Ищи видеорегистратор. Хохоти. Хохоти. Ну вот, собственно, и все. Если вам больше нечего сказать. Стойте. 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 Она, она нас обманула. Она сказала, что тот мужик пытался ее изнасиловать. Она сказала, что просто защищалась. Она носит моего ребенка. Заткнись, дура. Она сказала, что, что просто защищалась. Они ничего не докажут. Мы всю одежду выбросили. Мы это сделали для нее. Мы просто хотим ребенка. Да хрен тебе, а не ребенок. Идиотка. Дура. Овца тупая. Не будет никакого ребенка. Я сделаю аборт. Ты слышишь? Ничего не будет. Ничего. Мы просто хотели защитить нашего ребенка. Ты идешь или ночевать здесь и останешься? Иди. Я задержусь на минуту. Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Подписывайтесь на наш канал Телероман. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И не забудьте нажать колокольчик. Пойдите. Вы извините, у меня такое дело щекотливое. Даже не знаю, как начать. Ко мне только с такими делами и обращаются. Успокойтесь. Что у вас произошло? Видите ли, моя жена мне изменяет. Я хочу подать на развод. И мне необходимо как-то зафиксировать наличие факта супружеской измены. Ну, вы понимаете, мне бы это помогло. Вот. Там, при разделе имущества. И детей. Вот. Сейчас. Вот ее фотография. Пожалуйста. Они встречаются сегодня вечером. Она и ее любовник. в мотеле Брамсель. Это очень стыдно. Я подслушал. Ну что, Федор Михайлович, за работу? Вот обвиняют нас с тобой, что мы любим копаться в грязном белье. Почему бы просто не пачкаться? И копаться было бы совершенно не в чем. Да. Хотя. Если бы вдруг все резко начали соблюдать десятую заповедь, не вожжилая жену ближнего твоего, остались бы мы с тобой без работы. Ну и без хлеба с маслом. Опа. Смотри, какой галантный кавалер. Ручку он подал, дверцу открыл. Небось, перед женой так не вышаркиваешься. Федя, Федя, ты чего молчишь? Ты уснул там, что ли? Я знаю, что тут тот еще ходок. Давай. Совсем ты с Соней мышей перестал ловить. Да что сегодня такое? Слет изменщиков в сия Руси? Это опять не наши голубки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Серега, труп в машине обнаружили клиенты мотеля. Увидели кровь на лобовом стекле, пригляделись, ну и вызвали полицию. Никто ничего не видел, ничего не слышал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А машина принадлежит линии Борисовни и Кацарской. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну-ка. Так, закрыт изнутри. Опа. Открытая дверь. Тихо, 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 не лезь. Хочу проверить, погоди. Ну-ка. Ну точно. Это центральный замок. Чего-то здесь с ним нахимичили, походу. Огнестрел. Стреляли в затылок. Ух ты! Что? Живой свидетель. Что? Ой, Мурмур. Ты прикинь, как его зовут? Федор Михайлович Достоевский. Вот это да. Классик. Живой причем. Да уж. Ну что, Федь? Преступление налицо у нас. Да? А с наказанием будем размираться. Будем размираться. Потерпи. А вот и пуля. Давай-ка. Удачно. Держи. Убитая, детектив. И разрешение на оружие имеется. Слушай, ну я смотрю, здесь сработано чисто. Сумочки дамской нету. Гильзы я не вижу нигде. Телефон есть у нее? Да нет. Так. Это аппарат. А карты памяти нет. Видно, это Алина что-то накопала. Раз убийца все подчищал. Так. Да. Ты знаешь, Коль, вот судя по фотоаппарату, я думаю, что она здесь кого-то ожидала или выслеживала. Возможно, даже вот эту женщину с фотографией. А вот и пистолет. Тут какая-то стружка металлическая, что ли, пыль. Собирай, наши разберутся. Время смерти около полуночи. Сквозное пулевое ранение в голову. Стреляли в упор. Тип оружия установили? Андрей пробил по-абазуму. Увы, совпадений нет. Пуля от пистолета Вальтер П-38. Распространенный пистолет времен Второй мировой войны. Кацарская Лина Борисовна, 27 лет, не замужем, детей нет. Работала в полиции Малиновска, уволена. Не прошла аттестацию. Лицензию частного детектива получила год назад. Специализировалась на супружеских изменах и сборе компромата. Адресу и все квартиры есть сейчас в нашем сборке. Так, во время службы у меня был напарник Геннадий Муромцев. Возможно, сможет что-нибудь полезное рассказать. Ваша бывшая напарница Лина Кацарская застрелена. Лина была не просто напарница. Близкий друг. Не прошла аттестацию за конфликты с начальством. Слишком уж независимая была по жизни. Рубила правду матку. Ей кто-нибудь угрожал в последнее время? Было пару раз. Ревнивые мужья. Ничего серьезного, но Лина все равно была осторожна. В чем это выражалось? У нее был мобильный, зарегистрированный на ее имя. Но он всегда лежал в офисе. Она часто меняла симки, делая переадресацию на них с основного номера. Умно. Чтобы ее не отследили по мобильному. Это код Кацарской. Федор Михайлович. Лина назвала его в честь Достоевского. А что, она кота постоянно возила с собой? Мы нашли его в переноске в ее машине. Может, откуда-то забирала? Или уезжала куда? Да, и кредитками Лина не пользовалась. Легкая паранойя. Коль, я тут. Серега, похоже, тот же тут сильно постарался. Все дела уничтожены. В квартире как? Тут я все вижу. В квартире никак, Коль, если честно. Вообще. Никаких посторонних предметов, следов, вещей. Вообще ничего. Такое ощущение, что я там несколько дней не было. Просто физически не было. Камеру видишь? Ну. Похоже, что запись шла на ноутбуке Кацарской. Ну, вот незадача. Его забрали. Стружка и металлическая пыль. Это молибден. С примесами титана, циркония. И не обе. Не дешевый сплав. И используется в авиационно-космической сфере. У нас стружки охлаждающие эмульсия. Такие сплавы обрабатывают на токарном станке на низкой скорости. При этом неизбежна металлическая пыль. Которая могла попасть на задние сиденья с одеждой убийцы. Он у нас по первому образованию случайно не токарь? Не факт. Он может быть даже мастером по стрижке пуделей. Факт в том, что он недавно был рядом с токарным станком. Поищу-ка я источник сплавов. О как. Жарный бейнтый. Будьте добры поближе сюда. Подойдите, обратите внимание. Так. Пятьсот долларов. И название мотеля. Рамсы. У которого нашли тело Кацарской. Похоже, что это аванс. На долларах отпечатки только Кацарской. А как же заказчик? Это странно. Детектив должна была насторожиться принимать деньги от человека в перчатках. Купюру предварительно протерли ацетоном. На купюрах следы парафина и бесцветного лака для ногтей. Старый трюк, чтобы не оставлять отпечатков пальцев. Угу. С фотографией то же самое. Лак для ногтей и парафин. Да? Да. Такое. Женщины на фото не существует? То есть? Это слегка изоминенные фоторедакторы фотографии американских фотомоделей 50-х годов прошлого века. Красивая. Еще сколько лет? Но это, по счастью, на старушку вряд ли занесло в наш кролик. Ну, она, может быть, и с радостью зажгла бы в модели, только вряд ли у нее это получится. Она умерла 50 лет тому назад от передозировки. Фотомодель вычеркиваем. Похоже, что Кацарскую заманили в ловушку и убили. Угу. Угу. Мне кажется, знаю, откуда взялся молибденовый титановый сплав. Ты забыла. Про цирконию не убей. ФЭС расследует убийство частного детектива Лины Кацарской. Ее убили выстрелом в затылок. В машине Лины найдена стружка из редкого сплава. В офисе все перевернуто, дела уничтожены. Следствие подозревает, что детектива заманили в ловушку и убили. Замок в машине Кацарской действительно сломан. Задняя дверь не запирается. Убийца все предусмотрел. Мм. А я получила все созвоны убитые за последний год. Почти все входящие из незарегистрированных симок. Молибденовый сплав использовался на закрывшемся заводе в районе деревни Нечаевка. Рядом в Смолиновском. Мм. Да-да-да. Там еще в 90-х стали делать сковородки там всякие. Мясорубки по конверсии. Но завод это все равно от краха не спасло. Да, там еще рядом этот поселок для работников, да? Наверняка прихватили с собой все, что могли. Когда завод закрылся. Мы связались с местной полиции. Я сейчас скину адресочки местных Кулибина. Они за бутылку ракету выточат и на Марс запустят. Чуть мое сердце долго искать нам не придется. На переноске кота домашняя пыль. А с пылью из офиса Кацарской она не совпадает. Так и будем в молчанку играть, Федор Михайлович. Коль, как видишь, судя по следам крови, погибший пытался от сырая до дома доползти. По словам соседей, это Владимир Апарин, пенсионер. Работал на закрывшемся заводе, овдовел, начал выпивать. Все, что угодно мог смастерить. Он мотоциклы раритетные собирал, золотые руки. Местная полиция уверена, что смерть этих золотых рук – это несчастный случай. Погибший был пьющим человеком, выпил, упал на пилу, вот, истек кровью. Но я в этом сильно сомневаюсь. Труп обнаружил сосед. Местные надоптали тут все. А мобильный был в доме, но до него парень не дополз истек кровью. Слушай, Петрович, а может и правый местный все из-за этой пьянки в стакан заглотил, да на пилу? На токарном станке металлическая пыль. Что-то парень тут точил. Кстати, заметь, при этом непосредственно под циркуляркой ни стружек, ни пыли. Зачем он ее вообще тогда включал? Руки-то свои, золотые, не казенные, чтобы их так вот в пилу цувать. На бутылке отпечатки только опарина. Водка дорогая, поселковый магазин не завозилась. Акцизной марки нету. Где куплено, не отследить. У меня есть кое-что интересное. В машине Кацарская пыль и стружка со станка опарина. То есть это он убийца? Сомневаюсь, хотя мобильный у него типично киллерский. Ни одного звонка за неделю. Похоже, друзей у опарина не было. У опарина легкая степень опьянения, так что вряд ли он сам упал под пилу. Время смерти. Вот тут должен тебя разочаровать. К моменту убийства Кацарской опарин был уже мертв как минимум 19 часов. Он, конечно, токарь-профи, но не киллер. Судя по размеру мячиков и плашек, опарин выточил переходник для самодельного глушителя. С одной стороны, внешняя резьба соответствует резьбе на масляном фильтре, который является глушителем. А с другой стороны, на переходнике, внутренняя резьба, которая накручивается на ствол Вальтера. Послушай, ты левша. Ты накрутил на ствол Вальтера резьбу? Николай Петрович, обижайте. Я не занимаюсь порчей служебного оружия. Сменный ствол с резьбой. Получается, убийца заказал опарину переходник, а затем убил, инсценировав несчастный случай. Я нашла единственного родственника опарина. Это его сводный брат Петр. Он едет к нам на опознание вместе с женой Натальей. Ну, а, наследник дома за сараем? В малиночке-то? Ну, хорошо. Особенно там станки стоят очень дорого. Особенно те, что еще работают. Ты сам чай-то пей, а это тут... Ну, полпирожка это тоже мотив. Знаешь, Петр, он миллионер. Владелец сети ювелирных магазинов. Конечно, разваливающийся дом это хороший кушь, но я думаю, что навряд ли это он брату руку хотел отпилить. Ты сказала, полпирожка. Подходите. Петя. 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 Скорая. Петя. Фесс, мужчина, сердечный приступ, мужчина 60 лет, срочно. Спасите моего мужа, умоляю. Так, выйдите отсюда, быстро. Пойдемте. Скорее всего, Кацарская раскопала что-то очень опасное. За это ее и убили. Поймем, что она раскопала, найдем преступника. За последнюю неделю было четыре дня, когда она ни разу не ответила на входящий звонок. Запасная мобильная тоже была в офисе. Может, она где-то сидела в засаде или уезжала. Ну да. И Достоевского она явно куда-то пристраивала. Кредитками не пользовалась, билет на поезд самолет не покупала, при обыске ни одного чека за покупки. Волосы Кацарской были вымыты шампунем с экстрактом кедровых орехов. Состав довольно необычный. В известных марках такого нет. Может, в гостинице пользовалась? Там часто попадается мелкая серийка. Давайте, перезашлю запросы. Большое спасибо. А еще нам потребуются записи со всех ваших видеокамер на эти даты. Галь, это единственная гостиница, в которой в номерах выкладывает такой шампунь. Ну, типа их фишка. Кацарская там жила? Да, двое суток. Заселилась по удостоверению полицейского. Я на оперативном задании. В базу меня вносить не обязательно. Это понятно? Понятно. Похоже, что Кацарская специально не сдала удостоверение, но типа потеряла. Это явно помогало ей в работе. Кацарская попалась на камеру отеля. Села в такси и уехала. Номер машины скидываю нашему. Угу. Серега, таксист сообщил номер, по которому Кацарская его вызвала. Номер местный. Значит, симку купила по приезду. Он отвез ее в местный центр помощи жертвам насилия. Есть адрес? Наши побывали в этом центре. Кацарская искала данные на женщин, побывавших в этом центре 15 лет тому назад. Среди них была Наталья Разумихина. Это девичья фамилия Натальи Опариной. А при чем здесь Наталья? Может, это совпадение? Нет. Наталья сбежала в этот центр из старообрядческой семьи. Они жили в лесу, в скиту, без электричества, телевизора, интернета. Жесть, короче. Мы пробили маршруты Кацарской по геолокации ее местной сим-карты. Так вот, она из центра поехала сразу в этот скит. Там ее сим-карта и пропала. Была полицейская ваша бойкая девка. Все про дочку мою пытала. Сбегла дочка. 15 лет уж как. Ну, а что же дочку-то не искали? Харитон Федорович. Да дед у нас в семье рулил. Не разрешил. Он вообще такой суровый был. Рука тяжелая. До ста лет дожил. Приставился пять лет назад. Царствие небесное. А кроме Наташки, у меня еще шестеро было. Мало-мало-меньше. Ну, мамка-то, супружница моя Марфа, померла. А тут каждого день на корми недопоиска была. Скажите, а фотография Натальи здесь есть? Ну, как же, да? Вот, 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 вот она. Вот, пойдемте, покажу. Вот, смотрите. Высокая. Ну, так вся в меня. Да, она еще это, как это, баскетболом хотела заниматься. Ну, где уж тут-то в наших болотах. Харитон Федорович. А? Ну, вот, необходимо взять у вас образец ДНК. Позвольте. А, опознавать, значит, будете? Ага. Ну, давайте. Ага. Значит, я не такой темный. Не лапти мчи. Хлебаю. Да, знаю кое-что. Знаю, знаю. Скажите, а от вас она куда направилась? Так, я ее сам и отвез. В деревеньку. Ну, за 50 верст. Она хорошо заплатить обещала. И не обманула девка. А по телефону она звонила? А, так у нее телефон-то поломался. Она чего-то из него вынула и в печку выбросила. Потом в блокноте порылась, попросила в деревню отвезти. А куда свезли? Покажете? ФЭС расследует убийство частного детектива Лины Кацарской. Убийца использовал глушитель. Переходник глушителя выточен токарем Владимиром Опарином. Его тоже находят мертвым. Лина ездила в центр помощи жертвам домашнего насилия. Там много лет назад жила Наталья Опарина, жена брата погибшего Владимира. После центра Лина отправилась к отцу Натальи. Оперативники тоже едут к нему. У ДНК Хритона Натальи Опарина нет ростных совпадений. И ту Наталью, что мы видели, в баскетбол точно бы не взяли играть. Она что, на 20 сантиметров усохла, что ли? Жена Петра не та, за кого себя выдает? Интересно, а у Кацарской симка правда сломалась или она по привычке перестраховалась? И кто был заказчиком? Кому могла понадобиться информация о Наталье Опариной? И зачем Кацарская в деревню ездила? Хотя, погоди, если что. Пробиваешь, кто в деревеньке живет? Кажется, есть. В деревне живет Егор Жаров. Муж Олеси Жаровой, умершей во время пребывания в центре, для жертв домашнего насилия. Кстати, умерла она тогда, когда там жила Наталья. Ну и что, человек вообще-то смертил, Петрович? Мало ли кто где и когда помер. Не скажи. Тут важно, от чего она умерла. Ну-ка, удиви меня. Жарова умерла от дифтерита. Да ты что? От него же прививают в обязательном порядке. Ну вот именно. В цивилизованных местах. А в скитах, как у нашего друга Харитона, не факт. Вряд ли наш прадед с прививкой морочился. Я думаю, Серега, что от дифтерита, скорее всего, умерла настоящая Наталья. А перед смертью она могла отдать свидетельство о рождении Алисе Жаровой. Из деревни, куда мы едем. И вот так Олеся стала Натальей. Егор Петрович Жаров сорок лет отсидел восемь лет за разбой. Во время отбывания серьезно покончил сокамерника. Взрывной нрав склонен к насилию. Красавец. Мобильный Наталья Апарина вне доступа. А она разве не в больнице у мужа? Петру Апарину стало лучше. Врачи его стабилизировали. Ну и жена сказала, что она уехала по делам срочным. Участковый Жарова уже неделю не видел. Обычно на глазах как водку привезут в первой очереди. А участковый про жену его Олесю что-нибудь знает? Жаров всем говорил, что жена его бросила. А документы о разводе по почте прислал? Ну да, жентльменам же принято верить на слово. А шрам на лице у Жарова откуда участковый не знает? участковый говорит от топора. Напоролся, когда дроворогил. Удивительно, что он не порезался, когда им брился. Слушай, узнаешь невесту? так это же опарина, Наталья, да? Ну, изменилась, конечно, но не перепутаешь. Слушай, Серега, Жаров явно в спешке собирался. Куда он умотал? Серега, глянь. Слушай, судя по этому плачу, кто-то из всеклятвы, там, ну, это в горе и в радости, знаешь, сосредоточился именно на горе. Зато концовка этой фразы «пока смерть не разлучит нас, дает нам какую-то надежду». Угу. Дай-ка фонарик. Серега. На фотках свежие отпечатки Кацарской, она явно была у Жарова. Новобрачной нелегко пришлось. На платье засохшая кровь Натальи опариной. Судей по записям Центра помощи жертвы насилия у Жаровой были все основания сбежать. Поступила с ожогами от сигарет, сломанным носом и следами избиений. Угу. Там она, значит, из Олеси превратилась в Наталью Разумихину. Интересно, перед тем, как сбежать, Олеси не рубанула ли свою благоверного топориком? Это из шкафа Жарова? Угу. Мушка от Вальтера. Ее сбили. С мушка резьбу под глушитель не накрутить. Жаров. Ты его в Роск объявил? После визита к Кацарской Жаров из деревни свалил. Значит, вероятно, как-то понял, что жена-то его жива. Пошел, откопал старый ствол, мушку спилил. Ну и поехал ее искать. Ну, оно-то и понятно. В смысле? Что понятно? Ну, что понятно, Коль? Ты же увидел. Вот я думаю, что он все эти годы, когда смотрел на себя в зеркало, мечтал ее найти и сделать ей очень больно. Кажется, я понял, зачем кто-то так усердно изучал прошлое Натальи Опариной. Все дело в том, что Олеся Жарова с мужем не разводилась. Она до сих пор официальная жена человека со шрамом. Так получается, что ее брак со Опариной не имеет юридической силы? Да, но он и так весьма сомнительный, учитывая, что Олеся полжизни прожила по чужим документам. Но с действующим браком у нее вообще нет никаких шансов стать наследницей в состоянии Опарина. Галь, у Опарина новый приступ. Утром к нему заявился посетитель, сказал, что родственник, и после разговора Опарину стало плохо. Как выглядел родственник? Очень правильный вопрос. Жаров явно решил обрадовать Опарину, что они оба женаты на одной женщине. Оль, как видишь, камера вон где далеко, поэтому это все, что удалось вытащить. Да, это Жаров. Вот-вот, он самый. Ты что думаешь, Петрович? Вряд ли он одиночку действовал. Он не может один человек в одинаре столько всего сразу провернуть. Сам по суде. Квартиру он нашел? Нашел. Машину? Нашел. Параллельно совершил про убийство. И заодно еще в это же время умудрился все узнать про больницу, в которой Опарин находился. Ну, а зачем Жарову убивать Владимира Опарина? Непонятно. В случае смерти Петра Наталья и так все унаследует. Слушай, ну, с какого черта он тогда похитил Наталью? Просто так поиздеваться, что ли? Ну, Наталья, скорее всего, в безопасности. Для Жарова на путь большим деньгам. Кстати, Коль, а что б ей при таком раскладе сразу за двух ленеров замуж не выйти? А? Опарина объявилась. Смотри, сняла в банкомате сто пятьдесят тысяч. Дай сюда. Дай сюда. Чек на бензин, оплата прошла с карты Артёма Банникова, это ещё кто такой? А на тряпке, кроме свежей крови, есть ещё старая засохшая. На Артёма Банникова зарегистрирован точно такой же «Жигуль», как на видео. А Андрей? А вот теперь я парену в смертельной опасности. Ну что, Олеська, пришло время супружеский долг исполнять, а? Накопился за ста каталет, а? На! Чего ты? А-а-а! Егор, не надо! Чего не надо? Ты забыла? Чья ты жена? Жаль! Жаль, что я тебя тогда не заголола! Стой! Садава Люка! Садава Люка! Садава Люка! Тихо-тихо-тихо. Артём Банников? Да. Ну-ка. Он спас меня. На выход. Что вы делаете? Тихо-тихо-тихо-тихо. Жаль, вставай! Сам сможешь! А-а-а! Давай-давай. Давай-давай. Нет, я ничего не понимаю. Этот уголовник избил меня, наручниками приковал, машину забрал. Да вы понимаете, что он бы просто убил эту женщину и меня в том числе. Я кое-как освободился. Красивая история. Только вы забыли упомянуть, что вы двоюродный племянник Петра Апарина. Ваша мать, Раиса Апарина, вела беспорядочную жизнь и бросила вас сразу после родов. Воспитывались вы в детском доме. В какой-то момент вы решили поискать родню и наняли для этого частного детектива, Лину Кацарскую. А для надежности приударили за ней. Я не знаю никакую Лину. Знаете, Артем Викторович, прекрасно знаете. В вашем доме нашли спрятанный подарок от Кацарской. Кроме того, пыль из вашего дома совпала с пылью из кошачьей переноски. Кацарская оставила вам своего Достоевского, когда поехала по вашему же заданию. Ненавижу эту волосатую, прожорливую дрянь. Тем, твоего двоюродного дяди и его сводного брата я тебе нашла. Но оба те еще персонажи. С одним генеалогическим древом подмышкой я бы тебе к ним идти не советовала. Лин, слушай, а может поищешь родню Натальи, а? Ну, узнаешь о них там побольше. А это тебе зачем? Ты понимаешь, я так долго искал свою родню, и мне хочется о них все узнать. Ну, это дополнительные расходы, дорога дальняя. Да ну уж потяну как-нибудь. Тогда Достоевского придется взять. А бы кому, я его не оставлю. Цепочка наследников вашего богатого дяди понятна. Сначала жена, потом сводный брат Владимир, и потом только уже вы. Лина узнала, что Наталья Апарина не та, за кого себя выдает. В вашем компьютере вы нашли подчищенные следы отслеживания маячка. Для гарантии следили за Линой? Лина скрыла от вас визит в деревню к Жарову. Но вы отследили маячок и поняли, что она нашла что-то интересное. А раз Кацарская скрыла информацию, значит, она ведет свою игру, и вы поехали в деревню сами. Нашли Жарова. А жёнышка твоя хорошо устроилась. Муженёк-то её деньги лопатой гребёт. Я её муж. Понял, фрэр? Да я-то понял. Только ехать надо, пока тебя совсем вокруг пальца не обвели. Муженёк её не сегодня-завтра кони двинет, а дальше что? Ну что дальше? Только и видели твою Олесь с его миллионами. Сейчас допьём. Сейчас допьём и поедем. У меня там ещё… У меня там ещё есть. Давай-давай. Потом вы убили Владимира Парина. Приехали и заказали ему переходник для глушителя. Он, наверное, даже и не понял, что именно делает для вас. Вот. Ну как? Циркулярку включай. Зачем? Живо! А-а-а-а! Потом настала очередь Лины. Кого вы к ней подослали под видом заказчика? Актёра безработного. Он по бедности своей за любую работу хватался. Да и нанял я его анонимно, чтобы потом на меня вывести не смог. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А на тебя, врод, мне пули жалко. Так что живи. И это, не рассказывай про меня никому. Договорились? Жарова вы забрали из деревни, чтобы использовать. Только вот контролировать вы его не смогли. Да я этот тупой алкаш свой испортил просто. Когда он решил сам заработать на жене пеглянки... Да как вы не понимаете, я спасал Наталью. Ну, конечно. Вы хотели инсценировать, что Апарина и Жаров убили друг друга. Вам оставалось дождаться только когда ваш дядя умрет. Но вы же это не докажете. Да уже того, что доказано, хватит с лихвой. Я почти уверена, что Кацарская не собиралась вас шантажировать. Она не сказала заказчикам правду, чтобы защитить вас из женской солидарности. Меня посадят. Я Егора топором ударила. Жила по чужим документам. Вышла второй раз замуж. Срок давности давно истек. Вам нужно официально оформить развоз с Жаровым. И по существующей практике ваш второй брак будет признан действительным с момента его заключения. Петя не простит. Он выгонит меня. Этот урод первый муж все ему рассказал. Извините, ваш муж уже пришел в себя. И знаете, что он сделал первым делом? Он вызвал нотариуса и написал завещание, по которому оставил все вам. Это кот той женщины, частного детектива? Можно я его себе заберу? Их выгонит меня. Это котикам. Иди, идите. Музыка. Извините, наши дорогие телезрители. Подписывайтесь на наш канал Телероман. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И не забудьте нажать колокольчик. Продолжение следует... 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 Какая у этого связь со с Гришем Киоском? Федя Лопахин пришел на занятия с заплаканными глазами. Ну, я к родителям, как что. Они ей рассказали, что Федин брат ночью за водкой бегал. В киоск Кулыгинок? Ага. Сбегал за водкой и отравился. Ну, я Артура встретила и рассказала все ему. А он говорит, у меня водкой не торгуют. Ну, а не фига так говорят. Ну, что ты его дакошмарила? Сказала, что за все в жизни приходится платить. За все зло. А потом, как Киос сгорел, начали на меня говорить, что это я наколдовала. А меня даже в городе не было. Ну, и что было? Я ездила в райцентр с приятелем, в театр. Там московские артисты приезжали. Ну, как же пропустить? Это телефон Веры Вершининой, а вот это Дмитрия Рязкина. Рязкин, это, видимо, приятель? Ну, ты еще скажешь, что ты в Бабу-Ягу веришь в Деда Мороза. Ты дедушку не трожь, это святое. Ты то же самое говорила про пирожные с кремом. Я эволюционировал, у меня появились новые идеалы. Ах, так бы сразу и сказала. В общем, когда загорелся киоск, то Вершинина с Рязкиным обогащались культурно в районном ДК. Вот электронные билеты. Чем еще доказать? Все нормально. Мы просто должны были проверить. То есть вы хотите сказать, что Вера пошла ларек поджигать? Или вы тоже в колдовство верите? Тоже? Весь этот чертов Земельск. Сумасшествие какое-то. Кошка сдохла, Вера колдует. Градом помидоры побила. Опять она виновата. Вы не кипятитесь так? Да задолбало я это все. Продам свой бизнес и уеду к чертям собачьим вместе с Верой. Куда собираетесь? Да хоть в Москву, хоть за границу. Лишь бы подальше от этого захолустья. В Земельске похищен сын местного бизнесмена Виталий Кулыгин. За его освобождение преступники требуют миллион рублей. Отец мальчика, Артур, считает, что к похищению причастна руководитель Центра эстетического воспитания дошкольников Вера Вершинина. Жители Земельска уверены, что Вера – настоящая ведьма. И горе грозит всем, кто перейдет ей дорогу. Я до недавнего времени людей лечила. Травами, настойками. Никто не жаловался. Ну какая же это магия? А каких болезней лечила-то? Головная боль, бессонница. Экземы разные. Ничего серьезного по правде. Ладно, целительница. Расскажи-ка мне, где ты была позавчера? Мне интересует промежуток времени день и вечер. Вы имеете в виду, не похищала ли я этого мальчика? Нет. Дома я была. Спать пораньше легла. Вера рисовала, готовила обед, а потом дрыхла, как сурок без задних ног. Все? Или моего слова мало? А что, в доме еще кто-то есть? Мама живет, только она сейчас в больнице. А папа пять лет назад двинул кони. Чем занимаетесь? В колледже учусь. Проституции подрабатываю. Шучу. Вообще, конечно, если бы не Дима, правда, хоть на панель. Дима Раскин? Верин приятель? Можно сказать, жених. Фактически содержит нас. Веркиных детишек родители разобрали. Боятся, что она их сглазит. Извините. Круглов. Да, я понял. Еду. Похитители. Видос прислали. Жив, Виталька. Уже хорошо. Мам, пап, я живой. У меня все в порядке. Завтра в три часа на остановке деньги в пакете. Отлично. Значит, у нас есть. Время подготовиться. Стасимку в другой телефон. Вот этот я заберу. Мы с ним поработаем. Лады, до завтра. Он опять про полицию говорил. То ли знаешь что, то ли до завтра. Лопахинок, похищение не имеет никакого отношения. А, Лопахинок, у которых сын этой водкой отравился в Ларечной, да? Угу. Они уехали из Земельска. Слушай, ну сколько можно прокручить эту запись? У меня уже в глазах рябит от этого. Рябитесь, Мария. Не мешай. Я чую здесь что-то не то, ты понимаешь? Вот чую я. Ты этим чую заразился в этом чертовом городишке. Все, давай, майор, вали, давай, давай. Игорь, игорь, игорь. Игорь, игорь, игорь. Ну, может, ты и прав. Действительно. Этот Земельска, знаешь, весь наполнен безумием. Там черт знает что творит. Встань уж пока. В деньгах маяк. Мы проследим по сигналу. Все отменяется. Никаких маяков, никаких ментов. Передам те деньги, которые я сам смог собрать. Да вы чего? Полгорода на ушах стоит. Вся полиция в оцеплениях. Да пофиг. У меня сын один. Николай Петрович, я проверил номер на вагоне электрички. Вагон, на фоне которого снят Виталий Кулыгин, уже неделю стоит на ремонте в депо. Это старая запись. Вы слышали? Получается, они не хотят возвращать вашего сына. Чуть-чуть. Все в порядке. Работаем по плану. Слушаю. Что за видосу мне прислал? Ты что, я кинуть хочешь? По-моему, у нас проблемы. Чего-то он слишком разошелся. Я вот думаю, может быть, не стоило ему про вагон-то рассказывать? Ну, если бы не сказали, он пошел сам по себе. Не дай бог, с ним что-нибудь случится. Знаешь, что я с тобой сделаю? Мне надоела твоя истерика. Заткнись и делай то, что я тебе скажу. Ёлки-палки, это же женский голос. Идешь на зеленую улицу, дом 3, поднимаешься на верхний этаж. Он пошел. Он пошел, я веду его. В подъезд не входи, жди на улице. Понял, понял, понял. Все, отключаешь. Субтитры сделал DimaTorzok Деньги в квадрокоптере. Я поехал, все. Ага. Едешь по Ленина. Поворот на Юнатов. Не движение, аппарат прилетел. Все вперед. Все вперед. Что ж ты? Иди сюда. Где Виталик? Где Виталик? Где Виталик? Где они? Я не знаю. Я не знаю. Откнути ее. Заберите. Урода, не знаю ничего. Смотри мне. Петрович, это же это, типа подружка Виталика. Они же вместе покистили организовали. А Пашину деньги решили завести. Вот урода, а. Да проси ее. А я ее квартиру осмотрю. Я ее допрошу. Галя, задержана Лида Делегина. Пацана нет. Знакомые сказали, что Виталик пропал. Что папаша его бегает по пацанам и выясняет, куда он мог уйти. Ну, а я подумала, что на этом можно в бакбук поднять. Какая-то дрянь. Это ж парень твой. Да один фиг, мы с ним уже расстались. Ну, допустим. Ну, а видео это, ну, которое ты отцу послала, с ним как? Да Виталик просто хотел понтануться. Какой он крутой. Зацепер. Зацепер это, который на поездах снаружи ездит? Да, народ цепляется за поезда и едет. Так и он зацепился, доехал до следующей станции, потом вернулся обратно. Почему у него морда была разбита? Так он криво прыгнул. Ну, а я засняла это на мобильный. Где была Телегина, когда пропал Виталий? Похоже, дома. Ты по телефону определил? Она могла специально его оставить. Нет, Круглов прислал ее в ноутбук. В ночь исчезновения на нем активно искали ответы на вопросы по математике. Это мог сделать кто угодно. Лида решала сложные задачи и сборника для экзаменов. Если взрослые хотели обеспечить ей алиби, они бы выбрали что-нибудь попроще. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Рогозина, слушаю. Понятно, спасибо. Виталий Кулыгин нашелся. Значит, все-таки сам сбежал. Решил папашу раскулачить. Он мертв. Его тело прибило к берегу озера. На следах. Не стерегни-то. Нельзя ближе. Я довольствую. Что ж это? Папа. 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 Ну, все. Николай Петрович, можно вас на секундочку? Смотри, Коль. Это карта. Я думаю, что парень из дома сразу поехал к озеру. Сюда. У него телефон из сети пропал. Примерно на половине пути как раз. Зачем? Он не купаться, чтобы он поехал. Я так скажу. Я думаю, его вообще не похищали. А его сразу грохнули. Галина Николаевна, разрешите? Что случилось? Наконец-то прислали материалы по сгоревшему киоску Кулагина. Я покажу, ладно? Давай. Ну и что здесь такого? Что это? Такой же браслет был на руке Виталия Кулагина. И как это объяснить? Форум Земельска просто взорвался. Жители размещают снимки происшествий. Вот. Везде, везде. Нитка с рябиной. В Земельске убит сын местного бизнесмена Виталий Кулыгин. Местные уверены, что к этому причастна руководитель Центра эстетического воспитания дошкольников Вера Вершинина. Веру считают колдуньей. Она носит браслет с камнем в форме ягоды рябины. Похожие браслеты находят в местах, где происходят страшные и необъяснимые события. Верния Кулыгин. Нашел! Я тебе сразу сказал, что он к озеру поехал. Давай. Так, браслет, принимай. Давай, вода. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Вода холодная. Ну, по сезону что-то хотела. А вот это вот, это вот самые ранние фотографии. В вагончике бытовки умер сторож. Тогда этот браслет заметили в первый раз. А на самом форуме это как-то объясняют? Да, они называют это колдовством. Вера Вершинина наводит порчу. Видимо, сжечь на костер ее. Средневековье какое-то. Свяжись с властями, запроси все материалы по этим делам с браслетами. Ты можешь объяснить, что у вас здесь происходит? Что это за ерунда? Пошел-то. Ты хочешь знать, кто убил Виталика? Я и так знаю. Весь город знает. Веркина работа. Ты понимаешь, что он уже был мертв, когда мы приехали? Мы ничего не могли сделать. Она весь город прокляла. И человека убить, что муху хлопнуть. Причина смерти утопления. В легких вода из озера. Вопрос в том, как он попал в воду. Может, его чем-то ударили? В печени я обнаружил следы снотворного. На основе папавер с омнифером. Отвар сонного мака. Плюс корень опьяняющего перца – кава-кава. Усыпили, отвезли на озеро и утопили. Убийца очень хорошо разбирался в народных средствах. К тому же, кава-кава запрещен к продаже в России. Вера Вершинина могла отомстить Кулагинам за то, что они устроили ей травлю и лишили заработка. Когда ларек сгорел, я понял, что этот браслет с рябинкой не просто. Менты знакомые пошуршали. Про одного сторожа рассказали. Погоди. Про этого сторожа? Да, Евгения Петеримова была женат на Оле, однокласснице Веры. И бил эту самую Олю, почем заря, по пьяни. А Вера при чем? Да пошла. Верю. Чтоб дай зла и праду, неделя-другая. Все, угорел. Вот теперь дошло. Не очень. Похоже на несчастный случай. Фодки еще есть? Форточка открыта. Печка холодная. Вот как, спрашивается, можно угореть-то так? Не знаю. Надо материалы почитать. А вот теперь бонус. Средь бела дня стол прорезается парниша. Трезвый. А почему? А потому что вот эти ягодки перепостил в своих соцсетях. Санек Земелья — это Сашка Грошев. У меня знакомая с ним тусила. Вот, нашла. Нашла что? Ну, то, что все фотографии с браслетом. А вот это Вера. И у нее такой же браслет один в один. А вот что стало с его машиной. И здесь тоже браслет. Не, ну это все у вас полгорода перепостило уже десять раз. А в аварию-то один Санька попал, так что... Да не может быть таких совпадений. Глаза разуйте. Коровы дохнут. Сеет браслет. Люди развиваются. Опять он на месте. А про сына? Про сына моего-то. Не забыл, что у него на руке было? Получается, вы все здесь больные. Массовый психоз называется. Вы больные. Ты здоров. Верка всех запугала, чтобы никто не встал у нее на пути. А менты ее взять не могут, потому что вы ее поидите. А вы знаете, чем от Виталика пахло? Веришь, нет. Зверобоем и мятой. И чего? Это он с Верой встречался. Да ну, у них разница лет десять там не меньше. Но она колдунья. Она может быть с кем угодно. И это она его убила. Ладно, расскажешь мне. Да вы сходите к ней в центр, где она детям мозги забивала. Там все поймете. КОНЕЦ 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 Ведьму жечь! Ведьму жечь! Прекрати! Назад! Все назад! Назад! День муже! Прекрати! День муже! Назад! День муже! Разойти! Пошел! Вали отсюда! Вали отсюда! Вали отсюда! Вали отсюда! Вали отсюда! Давай, давай! Гуляй! Пошел вон! Пошел вон! День муже! День муже! День муже! День муже! День муже! Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Коля! Коля, Коль! Коля! Петрович! Ну, ты как, Петрович? Бывало хуже. Что с Верой? Черепина мозговая. Надо камни собрать. Куда-куда-куда? Сиди собирать. Ты что, сделаю я все, соберу? Вообще, что творится? Это, это ж инквизиция какая-то. Это мракобесие, это кошмар какой-то происходит. Что с людьми-то творится? Что у вас произошло? Зачем она пошла в эту комнату? Выстрел услышала. Она так рванула, я не успела ее удержать. Выскочила за ней, она уже... Вам надо в больнице. Я провожу. Пойдем, не хочу. Спросите. Где-то, Петрович, самому бы отлежаться бы не мешало. После десяти лет службы, ранение в голову не считается смертельным. У меня получилось, что всего к дому Вершининых пришли сорок два человека. Не так же много на пятьдесят тысяч жителей. Двадцать девять мужчин и тринадцать женщин. Отпечатков пальцев убийцы в наших базах нет. Ну, будем ныскать перебором. Большое вам спасибо за помощь. Большое вам спасибо за помощь. Большое вам дело. Ну, вот видите, это совсем не страшно. Одну секундочку. Ну, вот, спасибо. Секундочку, подождите. Вам придется проехать с нами. Так, без глупостей. Урбенин Кирилл Степанович. Отправляй его к нам. Так что не так с коровой? Корову накормили сеном, обработанными ядохимикатами. Она померла. То есть хозяева сами виноваты? Хозяева уехали. Оставили вместо себя помощника. Он помог. Никакого колдовства. Обычная глупость. Они сами в шоке от этого шума. Какой-то дурак повесил корове браслет на рог. А другой сфотографировал. Осталось разобраться со смертью сторожа. Меня столько раз по допросам таскали. Хотели узнать, чем я отравила мужа. Ну, их можно понять. Согласитесь, ситуация неоднозначная. Печка остыла. Окна нараспашку. А человек мертв. Угорел. Я только хотела взять у Веры что-нибудь такое, чтобы он меньше бухал. Пьяным у него совсем крышу сносило. Ну, и что Вера? Ну, она дала какие-то травки. Сказала заварить и добавлять во все напитки. А, это что-то типа кодировки? От этих трав человек засыпает сразу после приема спиртного. С тех пор уже никак отрезало. Сто, сто пятьдесят граммов и он в ауте. Интересные травки. Поведите-ка. Извините меня, я... Алло, Андрюх, я. Короче, сторож Петеримов пил не один. К нему кто-то приходил. Ты бутылку в на столе видел? На бутылке отпечатки только сторожа. И стакан у него тоже один. Он пил не один, короче. Просто поверь. Не мог он эту бутылку один выпить. А дело было примерно так, я считаю. Тот, с кем он пил, дождался, пока Петеримов дойдет до кондиции и заснет. Потом этот человек подкинул в печку дров побольше и закрыл печную заслонку. И ушел. А вернулся через несколько часов, когда Петеримов уже угорел и был мертв. Этот человек обратно открыл печную заслонку и проверил вагончик. Все. Вообще-то в день смерти Петеримова к вагончику приходил телефон его сменщика Савелия Желдакова. Поздно вечером и рано утром. А что они там охраняли? Московская фирма купила землю под стройку. Построили ангары, завезли стройматериалы. И на этом все заморозилось. Почему? Ну какие-то проблемы с документами. Это не важно. Важно, что там куча пустых помещений, огороженная территория и сторож на въезде. Сменщиков убитого сторожа Савелия Желдакова подозревали в связях с автовагончиками. Вроде он помогал им машины прятать. На стройплощадке? В одном из ангаров отставились после угона. Петеримов потребовал деньги за молчание, они взяли его и убили. А что нам мешает допросить этого Желдакова? Он умер от инфаркта. Сразу после того, как задержали автовагончиков. Возможно, от страха. Знаем кто и как, но доказать не можем. В ране погибшей я обнаружил следы масляной краски. В доме Вершининых висит картина, написанная убитой. Скорее всего, камень отлетел от стены и от картины попал прямо в голову. Погоди. А как камень мог отлететь от стены? Это же не резиновый мячик? Ну, не знаю, это не моя компетенция. Может быть, и другие объяснения. Я пробил телефон Полины Вершининой. Всякий раз, когда находили браслет из бусины, из рябины, там оказывался ее мобильник. И во время похищения Виталия Кулыгина? Нет, тогда он был просто выключен. И еще, телефон Полины регулярно пересекался с телефоном Дмитрия Ряскина. Верен, жених встречался с ее сестрой? Даже когда вечером Ряскин ездил с невестой в театр в райцентр, днем он полтора часа провел с Полиной. Я разрывался между двух сестер. Вера – снежная королева. А Полина? Зажигалка. С ней легко и весело. Если бы их объединить, то получилась бы идеальная женщина. Так а с кем вы собирались уехать из Емельска? Таких, как Полина, много. А Вера, таких больше нет. А Полина знала о вашем выборе? Конечно. Она видела сборы, приготовления к свадьбе. Вы думаете, она из-за меня? Я думаю, что она хотела уехать из этого города. Да, давай отличный шанс на безбедную жизнь. Ты что? Что я им всем сделала? Потому что ты всем мешаешь. И мне тоже. Убили! Убили! Отдаю должное вашей фантазии. Вы весь город смогли убедить в том, что ваша сестра – настоящая ведьма. Угу. И все это ради камня, который должен был влететь в окно вашего дома. Вы ничего не докажете. Мы с Верой всегда будем жертвами провинциальных дикарей. В ваших вещах найдена игла со следами рябинного сока. А еще, деточка, на твоем свитере мы обнаружили каплю машинного масла. С велосипеда Виталия Кулыгина. Он же только что его из ремонта забрал. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь. Зачем нужно было выключать мобильные телефоны? Ну, чтобы нам никто не помешал. Это что, боишься? Я тебя? Нет. Ты же не ведьма, как твоя сестра. Как знать. Пей, не пожалеешь. Пей, не пожалеешь. Эй, город! Кто здесь ведьма? Говорят, Земельск настолько кружит, что у них там любимая игра «Догони меня кирпич». А я слышала, что у них вместо мяча булыжник, а Круглов головой забил. Смеетесь? Надо мной не бойся. А я вам подарки привез. Земельский. Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Подписывайтесь на наш канал «Телероман». Ставьте лайки. Пишите комментарии. И не забудьте нажать колокольчик. Алло, Делярочка, здравствуйте. Я немножечко к вам опаздываю. Заблудилась в вашем районе. Да нет у меня карты на телефоне. Мужчина, а какой номер дома? Не знаю. Ну ладно, извините. Я вам, я вам перезвоню. Алло, дежурный? Здравствуйте. Это очень срочно. Я убийцу видела. Я имени не помню. Он судью, кажется, убил. И за него еще обещали миллион. И по новостям недавно о нем много говорили. Вы в этом уверены? У него особая примета под левым глазом шрам. Да, я фотографию его сделала. А, я вам сейчас скажу, какой адрес. Так, Макдонин, телефон выбираем. Я заблудилась просто. Позвонила мастеру. Сказала, что опаздываю, ищу дом. Шла, шла, разговаривала. А тут вдруг этот. Зоя, какая вы все-таки храбрая. Да я не храбрая. Я просто дура. Он же убить меня мог. А я считаю, что храбрая. Да ладно вам. Я вот уже целый месяц из собственной квартиры вещи забрать не могу. Почему? Меня муж бьет. Я ушла от него. Сняла квартиру. А подать на развод не могу. Я боюсь. Бедная. Так ты что, уже целый месяц без паспорта ходишь? Ну вот и все. Мы его поймали. Теперь все будет хорошо. А он про меня не узнает? Конечно не узнает. А миллион мне дадут? Так и миллион дадут. И с вашим мужем побеседуют. Ну я надеюсь, почти бывшим мужем. Стоять! А-а-а! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А мне главный дежурный звонит, а я сплю. Я так и не понял, кого убили. Что с вами сестру? Зоя Верещагина, 27 лет. Три дня назад помогла поймать Игната Шаповалова. Помнишь такого? А, это который был в розыске за убийство судьи, за поимку которого еще обещали миллион рублей. Так он уже сознался? Его ранили при задержании, он сейчас в реанимации. Главное, Верещагина заступила на дежурство вчера вечером. Утром заметили, что она пропала, пошли искать, и вот в подсобке нашли. Да, Ванечка, привет. Доброе утро. Мобильный телефон Зои Верещагиной исчез из сети в 0421. Возможно, это время совпадает со временем убийства, но это не точно. Ясно. Ты пришли нам информацию по ее телефонному трафику, ладно? Мало того, что в больнице половина камер не работает, так половина народа еще и в масках ходит. Камер много? Нет, при желании можно проникнуть незамеченным. А кого это Рогозин допрашивает? Самойлова. Это начальник РОБД, который организовал задержание Шиповалова. Внешних повреждений нет? Ого. В области грудной клетки обширное кровоизлияние. Это похоже на боксерский удар в область сердца. Я однажды после такого три дня пластом лежал. Да. Если сердце в фазе диастола, расслабленное и наполняется кровью, оно просто разрывается. Ну, это как молотком по спелому помидору дарить. Такая молодая и красивая бедоланья. Уверяю вас, что убийство этой девушки никак не связано с задержанием Игната Шиповалова. Откуда такая уверенность? Шиповалов псих-одиночка. Два года назад его осудили за изнасилование и избиение проститутки. Мягко осудили. Дали пять лет, это условно. Он подкаравлил женщину-судью и зарезал ее. Почему его полгода не могли найти? Потому что он взломал квартиру людей, которые уехали надолго за границу и жил в ней. Соседям наплевать, дом большой. Устроился на мини-рынок на работу, жил как все. Но мы бы его поймали рано или поздно. А вас не удивило, что какая-то случайная прохожая вот так сразу его опознала? Разумеется, удивило. И поэтому я лично допросил эту медсестру. Зоя, а почему вы поехали именно в эту часть города? Я к мастеру приехала, делярия, а она только на дому принимает. Вот я с ней сегодня переписывалась. Хотела сделать апелляцию, маникюр, педикюр, реснички нарастить, скраб, масочку сделать. Ой, и на зарплату медсестры доступны такие процедуры? Если бы хватало, я бы в салоне все это сделала. А так мне премию дали, и диляра она берет меньше, чем в салоне. Ну, а если еще все процедуры вместе сделать, она еще скидку дает. А как вы про нее узнали? Из соцсетей, конечно же. Я целую неделю за ней в сторис наблюдаю. Она лучшие брови в городе делает. Смотрите, я вот такие брови хотела. Какие брови? Мне бы такие. А как вы убийцу узнали? Я каждый день хожу на работу мимо стенда, их разыскивает полиция. Ну, я же должна знать. А вдруг ко мне попадется пациент с этого стенда? А у нас в хирургии всякие бывают. Ну, и тем более, что маньяк с медицитом, он все равно тот же маньяк. Закройте глаза. Ладно. А теперь опишите меня. Не подглядывать. Ладно. Волосы серебристые. Глаза карии. Рост примерно метр восемьдесят пять. Ну, если в целом, привлекательный мужчина. Вы действительно очень внимательны. Откройте глаза. Светливая. Поверхностная. Легко идет на контакт. Но внимательная к деталям, лицам, деньгам. Я и поверил. И какая у вас версия убийства? Зоя Верещагина собиралась разводиться. Очень боялась мужа. Это было заметно. Я отправил с ней наряд ППС, чтобы она забрала свои вещи и документы. Но вы сами с ее мужем не встречались. Вот смотрю детализацию звонков Зои Верещагиной. Ее муж, Денис Верещагин, за сутки до убийства звонил ей двадцать раз подряд. А она ни разу не взяла трубку. И как он выглядит, этот Денис? Вот. Крепенький такой. Юль, у нас небольшая проблема. Сегодня утром Денис Верещагин вышел из дома, дошел до продуктового магазина. А в девять нуля одну его телефон исчез из сети. И сам он, кажется, тоже исчез. Угу. Ясно. Мы в съемной квартире Верещагиной закончим здесь и займемся мужем. Угу. Отбой. Товарищ майор, ну в общем, ни следов крови, ни чужих отпечатков пальцев, ни чужих вещей. В общем, ничего подозрительного. Забираем ее вещи и едем. Ты на квартиру к Верещагиной, а я к магазину, где мобильник Дениса Верещагина триангулировался в последний раз. Медсестра Зоя Верещагина помогает найти преступника, за поимку которого объявлена награда миллион рублей. Спустя три дня ее находят мертвой в подсобке больницы. Ее убили ударом кулака в сердце. Выясняют, что Зоя собиралась развестись с мужем Денисом. Денис исчез на следующее утро после убийства. Делаю рентгенограмму сердца, чтобы определить его расположение в грудной клетке, конфигурацию, размеры, а также найти изменения в аорте и легочных артериях. Юль, я осмотрел квартиру Верещагина, нашел абонемент, фитнес-зал и спортивную форму. Верещагин ходит в качалку, так что вполне мог убить ударом кулака. И еще. Судя по записям в соцсетях, он жаловался, что не может найти работу. Уже целых два месяца. Пишет, что жена не поддерживает его. Мол, только успешно всем нужны. Игорь, возьми образцы его ДНК и пальцевые следы. И приходи скорее к магазину, ладно? Я подозреваю, что нашла его телефон и другие интересные вещи. У Зои Верещагина сердце было совмещено вправо, но убийца ударил точно по нему. Думаешь, знал, куда бить? Не исключено. Экспертиза микрочасиц с тела и одеждой убитой Рогозину не порадует. Ну, совсем ничего нет. Скажу обтекаемо. На месте удара, на форменной одежде, были микрочастицы латекса. Ясно. Убийца был в перчатках и подужжавых нам не оставил. Да. Есть дохлая вша, видимо, перелетела с маргинального пациента, что с ней делать непонятно. Есть микрочастицы перевязанных материалов и некоторое количество микрочастиц слюны. Слюна, это уже интересно, это ДНК. Это слюна старушки. Я бы не хотел, чтобы она чихнула на меня своим золотистым стафилококом. Короче, биологических следов убийцы нет. Ни на месте убийства, ни на тележертве. Ничего. Товарищ майор, на телефоне отпечатки пальцев Дениса Верещагина. На трубе свежие следы крови. Проверь отпечатки. Так. Это Некто Рафаэль Брыкин. Судимый за тяжкие телесные повреждения. А здесь имеются следы от протекторов. У него есть автомобиль. Нужно объявлять план перехвата. На белье Зоя Верещагина следы спермы, а также частички эпителия. Провожу химико-биологическую экспертизу. Удалось что-нибудь найти? Да, Галина Николаевна. У Зои Верещагина был любовник. У него вторая группа. Положительный резус. А у мужа? А у мужа третий отрицательный. Странно. Судя по мобильному трафику, она никому не звонила. Надо вытащить из этих образцов все, что только сможешь. А мужа убиты нашли? Судя по GPS, человек, который избил Дениса Верещагина, покинул Москву. Но сделал остановку, заехав в лес у автозаправки. Наши уже там. Вон он. Живой. Вон, на скрючке. Звони давай. Галина Николаевна, мы нашли Дениса Верещагина. Я сейчас отправлю вам координаты. Нам нужен реанимобиль. Тихо, 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 тихо. Только не вставайте. Не надо, Денис. Денис, лежите. Скорая уже в пути. Отлично. Так, Денис, на меня смотрите. Разговаривайте со мной, не отключайтесь. Кто вас избил? Мужик какой-то. Я сам нарвался. Они с корешем меня запихнули в багажник и за город вывезли. Наверное, и думали, что умер. Тихо, 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 тихо. Из-за чего сцепились? Злой был. Из-за жены. Я сам подам на развод. И знаешь что, я в суде тебя так опозорю. А ты мне не угрожай. А что? Что? Что, в полиции кого-то нашла, да? А он вообще в курсе насчет всего остального? Держи язык за зубами. Три дня назад это было. Я напился. Тупо очень плохо было. Целый день дома бухал. Что потом было? Я не помню. А следующий день вроде тоже пил. Вы из дома выходили? Выходил вроде. Послушайте, я ее не убивал. Я, конечно, хотел, но не убивал. Я все ее тайны знаю. Мне открыли глаза. Удалось что-то вытащить из больничных камер наблюдения? Убийца на камеру не попала. Завтра буду изучать видео с другие дни. А задержали тех, кто избил Дениса Верещагина? Да, в Твери. Верещагин что-то говорил про тайны жены. Я восстановил его мобильный и нашел в мессенджере переписку с доброжелательницей. Это медсестра больницы Раиса Кутепова. Ваша жена вам постоянно изменяла. То с врачами, то с пациентами. Да. У Кутеповой на время убийства Зои алиби, но проверить ее стоит. Я никого не оклеветала. Я сказала правду, просто на эмоциях была. Обидно мне стало, понимаете? Что же вас так обидело, Раиса Сергеевна? Три дня назад Зоя пришла на работу. Такая гордая, надменная. Противно смотреть было. Зоя, привет. Здрасте, Раиса Сергеевна. Через чего такая довольная? С мужем помирилась? Наоборот, на развод подаю. Ты же без всего останешься. Квартира не твоя, а мужа. А он мне половину отдаст. Или я все получу. Как это? По наследству. Ага. Ладно, я пойду. Мне так обидно стало за ее мужа. Хороший, порядочный человек. Ну, и везучий. Работу потерял, жена изменяла. А вы точно знаете, что жена ему изменяла? Все знали, что она мужиков в больнице искала. Причем ей без разницы было. Пациент это или интерн. Так, по-тихому лишь бы. Один раз ее в морге застукали. В соседней комнате покойник. А она бесстыжая. То есть Вещагина любила острые ощущения? Очень любила. Но всегда все отрицала. Скрытная была. Раиса Сергеевна, а вы не допускали мысли, что это муж убил ее из ревности? Нет, нет. А что, муж убил? Ну, мы пока не знаем. Выясняем. Господи, так это я еще и виновата? Это ужас какой-то. Вещагину мог убить любой пациент. Или врач, или интерн, с которым она флиртовала. Не любой. Вот, я его, кажется, нашел. Где? На больничных камерах. За два дня до убийства. Я установил личность. Ефрем Олегович Уманцев. Бывший хозяин небольшого ресторана. На видео как будто ссора любовника. Сложно сказать, но если так, то у Зои Верещагиной были все основания его бросить. Уманцев банкрот. Его ресторан закрыли за нарушение санитарных норм. Куча штрафов. Ну, если она безработного мужа бросила, то такой любовник ей точно не нужен. Факт. Как вы себя чувствуете, Денис? Нормально. Есть свидетель, который подтвердил ваше алиби в ночь убийства вашей жены. Раиса Сергеевна? Я что, с ней переспал? В ночь убийства вашей жены вы пришли к татуировщику и уговорили его сделать вам тату на груди в честь жены, которая вас бросила. И просидели там до утра. Ой, это ж только и выпил, а? Татуировщик тоже пил. Я думаю, вы немного удивитесь, когда увидите результат его творчества. Да, это Ефрем Оманцев. Скажу вам честно, все равно вы знаете. Я лично выдавил его ресторан с территории своего РВД. Надавил через СЭС. Спасибо за откровенность, конечно. Но зачем вам нужно было его закрывать? А потому что это был притон. Стрельба, наркота, пьяные драки. Я знаю, что у Оманцева был опыт оперативной работы. Что он работал дознавателем. Он нам не коллега. В девяностые он перешел на другую сторону закона. Вы с ним враги? Да какой он враг? Паразит мелкий. Шестерка бандитская. Как Оманцев узнал про Зоя Верещагина? У него свой информатор в полиции? Нет. Мои сотрудники слить не могли. Она сама могла разболтать в больнице. Она все время говорила, говорила, не останавливаясь. Точь в точь, как телеведущая. Ну, как ее. Ну, которая... Ефрем Олегович Уманцев? Мы из федеральной экспертной службы. Майор Соколова. Капитан Шустов. Гражданин Уманцев, вы задержаны по дозрению в убийстве Зои Верещагиной. Пройдите к нам в машину. Быстро же он сориентировался. Кто? Самойлов. Слил меня. А знаете почему? Да потому что Зоя это, его любовница. И он тупо через нее хотел получить лимон за убийцу. Его подстилка, подставная свидетельница. У вас доказательства есть? Спросите самого Самойлова. Медсестра Зоя Верещагина убита ударом кулака в сердце. За три дня до этого она сообщила полиции, где прячется опасный преступник. За его поимку объявлена награда миллион рублей. В больницу к Зои приходит ресторатор Уманцев. По его версии, Зоя – любовница начальника РОВД, который через нее хотел получить миллион. На лифчике Зои Верещагиной слюна все того же человека со второй группой крови. Недавно он сделал комплексную вакцину Ордевер-2000. Ого, ты сделала тест на антигенок болезням. Вот тут список всех сертифицированных медицинских центров, где можно приобрести такую вакцину. Опять огромный массив данных и никакой конкретики. Конкретика есть в мобильном Ефрема Уманцев. В тот день, когда Зоя Верещагина сдала убийцу, нашему ресторатору позвонили по мессенджеру. Звонок он, естественно, стер. Но программа делала резервные копии. Ну, конечно. Мы все о них забываем. Это же просто галочка во всплывающем уведомлении. А звонила ему Светлана Юрьевна Жиличкина. работает уборщицей в РОВД Самойлова. Светлана Юрьевна? Здравствуйте. Я от Ефрема Олеговича Уманцева. Вам уборщица нужна? Дело в том, что его задержали из-за той девушки Зои Верещагиной. И у него к вам просьба. Если вас вызовут, скажите, что вы его не знаете. Хорошо? Как не знаю? Я же у него в ресторане уборщицей была. Ну, мало ли кто где работает. Просто скажите, что не общались лично. И все. Ну, ладно. Скажу. Спасибо. А вы по мобильному ему не звонили? Нет, только по мессенджеру, но я все сразу удаляла, как он велел, так и делал. Всем мы вас и поздравляем. Федеральный эксперт на службе, капитан Сустов. Майор Соколова. Светлана Юрьевна, вам лучше сразу все рассказать. Просто Манцев просил все ему докладывать, все, что услышал. Ну, и платил. А мне, мне деньги нужны. Это вы рассказали ему, что у Зои был роман с Самойловым? Я не врала. Я сама все слышала. Мне сегодня вечером надо в больницу на дежурство. Не волнуйся. Я тебя подвезу. Спасибо. Но не сразу. Сначала мы поедем пообедать. ты не против? Я только за. Я просто все пересказала Ефрему Олеговичу. Все, что слышала. Он сказал, что по своим каналам проверит. Меня теперь уволят, да? Ну, это в лучшем случае. Виталий Степанович, вы в последнее время прививались вакцины Ордовир? Да. Я и мои сотрудники, мы регулярно прививаемся. Мне больничные не нужны. Зоя Верещанина была вашей любовницей? Что? Да я ее увидел четыре дня назад в первый раз в жизни. Я не знаю, что вы здесь собираетесь найти. На комоде обнаружены частицы неизвестного вещества. Бред. Убедитесь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это так называемое психоактивное вещество. Это не мое, я клянусь. Это Самойлов мне подбросил. А он бывал у вас дома? При мне нет. Он мог и без меня прийти, или подослать кого-нибудь. На замке входной двери следов взлома нет. Значит, менты выкрали у меня ключи. А у вас пропали ключи? Нет. Не знаю. Значит, они сделали это незаметно. Я вам клянусь, я не наркоман и не убийца. Тогда объясните нам наконец, зачем вы приходили в больницу к Зое Верещагиной? Да просто поговори. Если вы за мной пойдете, я вызову полицию. Да мне плевать. У меня компромат на твою любовнюк, это хватит, чтобы посадить. И кого вы имели в виду? Самой лог. Ковжище. Ну, вы не были в этом уверены. На испуг девушку брали, да? Да. Ну, я думал, она будет угрожать, что, типа, Самойлов меня на Карпаччо порежет. Я запишу ее на мобильник и солью в СМИ. А под шумок расскажу про наши с ним терки. А чего вы хотели всем этим добиться? Честно? Желательно. Найти новых инвесторов. Ну, сейчас же как? Хайп. Двигатель торговли. От десяти до двенадцати лет. Успеете сделать карьеру повара. Ну, там, на зоне. Я вам клянусь, это не ма... Это Самойлов с любовницей. Хотели распилить деньги, а когда пошло все не так, он ее убрал и меня подставил. Я этому придурку Манцеву ничего не подбрасывал и никого к нему не подсылал. Послушайте, кому было выгодно подставить вас и у Манцева? Я не знаю. Я ничего не знаю. Тайному любовнику Зуи Верещагиной 40 лет. Физически здоров. Слюна имеет не слабочелочную реакцию, как положено, а кислую. Увеличило содержание азота и фосфора и штаммы бактерий. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. У него кариес. Какой кошмар. Это точно. Не у Манцев и не Самойлов. Что по порошку? Заурядная дурь регулярно такая подать на облавах. На пакетике потажевых нет, не отследить. И что делать будем? Ну, если хочешь найти любовника Зои Верещагиной, надо думать, как Зоя Верещагина. А она вообще думала? Не головой, но да, тенденцию проследить можно. Я пойду попью кофе, а потом займусь развратом. Мне надо участвовать? Не стоит. И эта ночь не для слабонервных. Галь, Шаповалов умер. Очень жаль. Я надеялась на его показания. Думаю, что Зою Верещагину действительно использовали в темную, чтобы сдать Шаповалова. Но это не Самойлов. Шаповалов жил в чужой квартире, работал рядом на мини-рынке. У него довольно стабильный распорядок дня. Думаю, что его кто-то узнал или высредил и устроил целое представление с якобы случайной свидетельницей. И этот кто-то почему-то не мог сам заявить на Шаповалова. Оперативники уже проверяют все места, откуда могли за Шаповаловом наблюдать. Граждане понятые, мы приступаем к осмотру квартиры, из которой предположительно велось наблюдение. Эта квартира сдается посуточно. На прошлой неделе ее арендовал мужчина лет сорока. Из окна открывается прекрасный вид на двор и на окна квартиры Игната Шаповалова. Внимание, я включаю прибор для определения фиксации и изъятия пылевых следов. Доброе утро, Галина Николаевна. Доброе. Тебя капилляры в глазах полопались. У меня была бурная ночь. Сначала я проверил пациента в больнице, где работал Зоя Верещагина за несколько лет, потом сопоставил с теми, кто делал прививку от тропических болезней, выбрал мужчин лет сорока плюс-минус с учетом сведений, обнаруженных Амелиной, оттел тех, кто не был в Москве в момент убийства и нашел человека, который работал в органах, а потом открыл фирму по продаже офисной мебели. У тебя действительно была бурная ночь? Да, у меня теперь информационные похмелья и тоннельный синдром. Так кто этот человек? Артем Филиппович Чесноков. Рокосина сказала, что изучаешь микрочастицы из квартиры дальнонаблюдений. Помощь нужна? Да, я почти закончила. За Игнатом Шиповаловым следил тайный любовник Зои Верещагиной. У Петелей аналогичен. Раиса Сергеевна, взгляните, пожалуйста. Когда-нибудь видели этого человека? Видела. Это была годовщина смерти мужа. Я в тот день хотела съездить на кладбище, а главная медсестра из вредности не разрешила мне поменяться дежурством. Я ночью пошла в подсобку выплакаться. Тима, Тима, совсем я одна и даже защитить меня некому. Даже поговорить не с кем. Пойдем сюда, здесь нас никто не найдет. при живом-то муже хоть бы кольцо сняла с пальца. Море бесстыжия. он выписался через пару дней, а Зоя потом долго передо мной любезила. Тортиками угощала, о здоровье спрашивала. Я так хотела, чтобы Зоя испытала боль, как я. Но смерти я и не желала. Нет. Официально Чесноков и правда продает офисную мебель, но на самом деле продолжает свой сыскной промысел. Не заморачивается с лицензией, действует как частное лицо. А на чем он специализируется? Ищет сбежавших должников, детей, которых увозят и прячет один из родителей, вылавливает по притонам наркоманов, игроманов и по просьбе их родственников принудительно увозит лечебные учреждения. А как находят заказы? От частных детективов, которые не хотят связываться с мутными делами. Платят им процент. Я так понимаю, один из них решил посодействовать следствию? Совершенно верно. Частный детектив Платон Кузнецов сдал лучшего друга, чтобы в полиции закрыли дело о покупке им ворованных баз данных. Он убил Зои Вильщагину и так просто сдался? Ну, его бывший коллега Кузнецов сказал, что у Чеснокова была кличка Биоробот. Ну, потому что всегда был спокойный. Он человек без эмоций, при этом одиночка себе на уме не может работать в коллективе. Ну, самое вероятное объяснение родовая травма определенной области мозга. Артем, мы проверяли камеры наблюдения в больнице, а вы на них не попали. Еще когда лежал в больнице, я обошел территорию и выяснил, где находятся камеры и посты охраны. Уже после выписки я приходил к Зое, когда она дежурила по ночам. Ни разу не попадался. А у Зои не вызывало это подозрений? Наоборот. Она любила тайны. Ее это заводило. Я с таким трудом сбежала. Старшая медсестра не хотела меня отпускать. А ты чего такой спокойный? Ты мне не рад? Рад. Я почти не испытываю эмоций. А Зоя ими жила. И мне казалось, пока я с ней тоже что-то чувствую. У меня не было ни семьи, ни родни, ни привязанностей. Кроме Зои. Зоя ничего не знала обо мне. Думала, что я женат и поэтому все держу в секрете. Когда же ты с женой разведешься? Я не буду это обсуждать. Все равно ты будешь мой. Как в этой истории появился Игнат Шаповалов? Я выполнял заказ. Искал сбежавшего должника возле дома барыги, который торговал фальшивыми паспортами. Увидел Игната. Выяснил, где он живет. С одной стороны, это миллион, с другой, я не хотел светиться перед вашими. Я же знаю, как вы проверяете таких свидетелей. У вас много знакомых частных детективов. И они бы радостно меня сдали, как Кузнецов. Зоя собиралась разводиться с мужем, я не хотел с ней сижаться, но и подарить квартиру я не мог. И вы решили сделать любовнице подарок? Этого бы хватило на первый взнос для ипотеки. Я все придумал. Ей нужно было только все правильно разыграть. Но она не выдержала стресса. я устала от этих всех игр в секретность. Сначала этот чокнутый у Манцев приперся, а потом кто? Бандиты, менты? У Манцев больше не придет. Да откуда ты знаешь? Просто знаю. Это вы подбросили у Манцева в квартиру наркотики? Я просто не хотел, чтобы он путался под ногами. Я больше так не могу. Зоя, успокойся. Да это ты. Ты меня во все это впутал. А знаешь, я только сегодня поняла, что ты избавиться от меня решил. Сунешь мне этот миллион и красиво свалишь в закат. Миллиончиком решил откупиться за то, что я мужа бросила из-за тебя, да? Ты бросила мужа? Из-за меня? А из-за кого? Знаешь что? Я вот сейчас вот это вот фото Самойлову отправлю. Пусть он во всем этом разбирается. Ему я верю, а тебе я больше не верю. Сейчас расправлю. Я убил не на эмоциях, я просто ликвидировал свой просчет. я попытался жить как нормальные люди. Завел отношения, думал, что влюбился. Но это не для меня. Я люблю быть один, люблю искать потерявшихся людей, решать задачи, получать результат. Вы знаете, что ваши коллеги прозвали вас биороботом? Да. Я с ними согласен. Мои чувства к Зое были критическим сбоем. И этот сбой обрушил всю систему. КОНЕЦ